Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Деканет. В прошлом видеообзоре я начал знакомить тебя с блогом, и в этом видеообзоре я собираюсь продолжить начатое. Конечно, мы с вами рассмотрели последнюю новость, которая вышла, но это не значит, что предыдущие новости не нужно смотреть. И мы видим, что предпоследнюю новость, как я взломал механизм опрокидывания гиткоин. Представляете, это сотрудник Крис Кассана выставляет такое, как я взломал механизм опрокидывания гиткоин. Это, конечно, серьезное заявление. Далее уже идет информация непосредственно о декое, но я предлагаю все-таки немного разобраться, что к чему и зачем вообще такое выкладывать. Гиткоин представляет действительно опрятный способ отправить эфириум любому пользователю гитхаб, только с их именем пользователя. Я нарушил этот механизм и сбросил секретные ключи, которые держат подсказки, прежде чем они будут заявлены. С тех пор этот эксплойт исправлен, но вот как я это сделал. Как технический руководитель в DECO Network я постоянно изучаю новые способы оплаты кредитов, поэтому механизм опрокидывания гиткоин вызвал мой интерес. Мне было любопытно, как именно это сработало, поэтому 26 июня 2018 года я начал копаться в коде. Простейшей реализацией такого типа механизма опрокидывания было бы иметь гиткоин, чтобы держать подсказки, пока они не будут заявлены. Таким образом, опрокидыватель отправляет деньги гиткоин, а затем гиткоин позволяет пользователю гитхаб заявлять об этом, используя логин with github на сайте гиткоин. Однако это не то, что делает гиткоин. И как мы видим, очень подробное описание. Он описывает всю ситуацию, что он совершил и как он это сделал. Итак, как я нарушил этот механизм и сработал все секретные ключи, в конце будет, я решил просто не читать во всем. Я подключился к узлу IPFS гиткоин и попросил его перечислить хэши всех сохраненных элементов. Затем я извлек все эти элементы из IPFS и сохранил их в массиве. Я использовал вложенный цикл, чтобы попытаться объединить каждый элемент с каждым другим элементом через схему секретного доступа Шамира и сохранить результаты в другом массиве. Затем я отфильтровал массив комбинированных элементов, сохраняя только те, которые имеют ту же длину, что и частный ключ эфириум. Результатом стал массив с десятками частных ключей. Как вы можете видеть на скрине ниже, на всякий случай ключи подвергаются цензуре. И далее он расписывает дальше и дальше и дальше и дальше. Но как вы видите, этот человек просто взял и взломал гиткоин. Ему просто было скучно и он взломал гиткоин. И вот этот человек, он работает на тех, про кого я рассказываю. Он работает на ДЕКО НЕТВОРК и то есть, ну понимаете, насколько сильная у них команда, если один член команды, просто ему было скучно и он взломал другую систему. Один. Сам. Ну это конечно, это шик модерн просто. Я в шоке. Я когда прочитал эту новость, я думаю, вам действительно стоит ее знать именно с моей точки зрения. Потому что, быть может, вы бы посчитали как-нибудь по-другому, как то, что он выпендривается или еще что-то. Но именно я считаю, что это действительно круто и подчеркивает только все мастерство команды у данного проекта. Потому что, представляете, какую защиту и что же они могут сделать себе, если они так просто взламывают других. И я рад, что они все-таки делают что-то свое, а не просто взламывают других и на этом бы неплохо могли обогатиться. Поэтому я вам советую еще раз, все-таки переходите по ссылочкам в описании и изучайте данный проект. Потому что, как вы видите, у этого проекта очень-очень стильная команда. На этом у меня все. Спасибо, всего доброго и до новых встреч.